Лето еще не кончилось Ну, первый вопрос традиционный Алексей, почему вы здесь сидите напротив меня? Вы знаете, с какой целью вас пригласили? И о чем вы сегодня будете нам рассказывать? Я думаю, что я буду рассказывать сегодня о новом новостном портале Виннипега News.ru Канада, который я открыл буквально несколько месяцев назад Но который уже пользуется популярностью в Виннипеге Которые уже знают, уже говорят Мы сделали много работы Уже проделали много работы Мы уже получаем письма от читателей, которые публикуем Уже получаем статьи от читателей Которые тоже публикуем Которые вызывают резонанс в группах в Фейсбуке Что меня очень радует И мы пытаемся немного исправить положение, которое на рынке на сегодняшний день Информационный вакуум на рынке Виннипега на русском языке То есть мы переводим новости Примурии, мы переводим новости полиции Мы переводим пресс-релизы компаний Мы освещаем жизнь города Освещаем отдых в городе Освещаем события, фестивали, пикники Все, где нас хотят видеть, мы везде Хорошо Тогда вопрос такой Когда вы приехали? Мы раньше вас не знали И вдруг появились Вы и тут же появляется новостной канал Сколько времени у вас заняло от приезда до открытия канала? Мы приехали с семьей в июне прошлого года Мы уже здесь год и два месяца Но учитывая прежний мой опыт эмиграции в Израиль Я знаю, что долго ждать у моря погоды не стоит Раскачиваться Раскачиваться долго не стоит Время, оно идет довольно-таки быстро На самом деле я не успел оглянуться, уже пошел год Смотрит, что сделала за год Да, многое сделала Но хотелось бы больше Чтобы не терять времени И не терять Чтобы не сожалеть потом о упущенном времени Я иду вперед Ну вы же знаете, что вы не первый новостной канал Да, у нас в Манитобе Будет ли какое-то отличие от вашего новостного канала От тех, которые уже существовали раньше И которые существуют сейчас Это очень серьезный подход Мы хотим видеть канадский сайт на первых местах И для этого мы будем работать Скажите, у вас был уже опыт организации подобного канала? Я начинал работать в газете в 1994 году в Кишиневе А какое у вас образование, раз уж вы начинали газеты? У меня первая степень по IT По информационным технологиям Я очень долго проработал в хай-теке в Израиле И у меня вторая степень по менеджменту Вот, вторая газета, которая была у нас Это была Вечерний Кармель В 1996 году в Кармель Которая тоже работала Я занимался и сбором информации И печатью, подготовкой графики и всего остального А вы работаете один или с кем-то? Мы работаем группой Журналисты, редакторы, директор Многие помогают То есть у вас большая команда? Нет, это еще не большая команда Мы еще ищем таланты Нам присылают люди сами статьи Мы начинаем еще Нам еще только два месяца То есть вы хотите освещать все И спортивные мероприятия И культурные И политику И полицию И все, что происходит в Манитубе В Канаде В будущем не только это Мы еще планируем к концу года сделать сайт Точно такой же на украинском языке Будет называться news.ua.канада Но в принципе да То есть планы на будущее именно такие Мы хотим стать действительно серьезным новостным сайтом Новостным порталом для русскоязычных канадцев Русскоязычных канадцев очень много А будет ли на вашем сайте возможность узнать новости О России, например Или Израиле Или это чисто канадские новости Мы даем основные новости У нас канадские Основные сейчас 80% новостей Это мы не то Потому что мы начинаем отсюда Я нахожусь здесь Мне гораздо легче какую-то новость осветить Подъехать, сфотографировать Написать статью Дать редактировать И публиковать Но в принципе мы отдельно Отдельно мы перепечатаем основные новости Мировые обязательно Конечно То есть наш портал позиционируется Как тот портал, на который утром заходишь Посмотрел, что произошло в мире Да Вы приехали год назад Познакомились с нашим городом Тот ли это город, где вы хотите остаться жить? Я точно знаю, что страна та Ну понятно Страна та Виннипек замечательный город Нам здесь очень нравится Здесь очень интересные и очень доброжелательные люди Это правда Вот здесь я полностью согласна Здесь русская община Она интересная Здесь очень много русскоязычных израильтян Здесь очень много ребят с Молдавии Вот мы сделали группу ребят с Молдавии Люди очень хорошие Куда нас занесет дальше Мы здесь Мы здесь Нам здесь нравится Нам здесь нравится Пока сложно Можете вы сказать Как появилась идея создания такого канала? Как вы к этому пришли? Я начал искать новости на русском языке А, просто приехали и начали? Я начал искать новости То есть я какое-то время искал новости на русском языке Я понял, что их нет Что есть на английском Да, читать на английском я могу Не проблема Я могу читать, могу переводить У меня мама профессиональный переводчик С английского Но это не совсем удобно Не всегда удобно Новости, которые вышли И новости, которые печатаются за рубежом Про Канаду Они не освещают Ни Монетову, ни Канаду в целом Как-то однобоко Вы знаете Я решил, что нужно это исправлять Попытаюсь это сделать Насколько я понимаю Прожить Только раскручивая эту идею Вы не можете Я права, да? Абсолютно Абсолютно права А чем еще вы собираетесь здесь заниматься Помимо раскрутки этого новостного канала? Ну, чтобы жить Чтобы жить у меня есть отдельная фирма Которая завозит эластичный камень в Канаду Это новая технология, изобретенная в Израиле Которая производится в Молдавии Это очень интересный материал Эластичный камень называется? Это эластичный камень Это камень, который выглядит как иерусалимский мрамор Но который можно свернуть в трубочку Не знаю зачем Вы не принесли с собой? К сожалению Интересно, мы бы сейчас посворачивали трубочки Трубочки эпитес Эластичный камень Это очень интересная новая технология Облицовка дома в стиле Иерусалимов Или иерусалимовского мрамора Но гораздо легче, гораздо прочнее Легче сама работа или легче плитка? И сам материал легче Это не плитка, она не трескается Она сверлится, она не ломается Очень интересная новая технология То есть вы сами не наносите эту плитку Ну, не плитку, извините, камень Вы просто снабжаете строительное Мы импортируем Мы импортируем в Канаду И даете строительным организмам Понятно У меня вот такой вопрос Он больше относится, конечно, к новостному каналу Как вы относитесь к тому, что очень многие журналисты Носятся за каким... за сенсацией, что ли Вот вы собираетесь какие-то горячие, какие-то жареные факты у себя ставить? Жареные факты, с одной стороны, привлекают много народа Конечно, с другой стороны, не всегда этично публиковать жареные факты По крайней мере, без проверки Даже с проверкой у человека всегда есть право на ошибку Не обязательно его за то, что он, может быть, когда-то где-то ошибся Не обязательно его выволакивать за ухо на общий... То есть вы не собираетесь рыться в чем-то, чтобы это вот вытаскивать И все были бы в курсе того, что там с кем-то случилось Я не боюсь опубликовать какую-то информацию, которая может не понравиться всем Я не боюсь опубликовать такую информацию Она бывает, она... ее видно Некоторые обращают внимание, некоторые не обращают внимания Я буду такие вещи опубликовать Но искать, гоняться именно за какой-то... Кто-то где-то оступился, кто-то где-то что-то... Какие-то небольшие косяки я это искать Но вот как насчет политики? А вы прекрасно знаете, я поддерживаюсь с одним взглядом Кто-то поддерживается с другим, кто-то с третьим Вот вы не думаете, а ваш сайт, он будет стоять на каких-то позициях? Или вы постараетесь лавировать между этим? Чисто давая информацию, а дальше уже люди сами пусть Решают? Или вы будете говорить, что нет, вот это вот Я придерживаюсь этих взглядов, это мой канал И я буду с этих позиций рассматривать события Я готов предоставлять канал авторам, которые имеют и правые, и левые, и центристские любые взгляды Канал это платформа для обсуждения, для того, чтобы публиковать информацию и статьи, которые люди будут присылать При этом, конечно же, какие-то крайние взгляды я буду заворачивать Это понятно Но в принципе мы не придерживаемся какой-то политической направленности Если к нам придут с рекламой, предположим, сейчас скоро выборы, кандидаты с обеих сторон Мы будем с удовольствием брать рекламу и с одной и с другой стороны Дальше люди, самый лучший вариант, когда люди сами думают Они читают информацию, не получают информацию, дальше обрабатывают сами для этого Поэтому мы умные, мы ходим на двух ногах То есть мы, как община, мы можем какие-то свои события, какие-то свои ивенты вам ставить в новости И вы будете их печатать То есть это никаких проблем, да? Конечно, то, что все, что относится к русскоязычной общине, это на первом месте у нас Потому что мы русскоязычный сайт, это наиболее интерес нашим читателям Все, что происходит в русскоязычной общине Кстати, спасибо вам большое, вы прекрасный репортаж дали с нашего павильона Вот, павильон только прошел, все это еще совсем свежо Вы прекрасную работу сделали, я получил множество удовольствия Спасибо большое, я еще никак не могу очухаться от этой прекрасной работы Потому что это очень тяжелая работа И я еще раз благодарю всех, кто принимал участие в нашем павильоне Мы это сделали, и это очень приятное чувство сейчас Что все завершилось, все завершилось хорошо И мы будем ждать следующую полклораму У меня еще два вопроса Что конкретно вы делаете в этом новостном канале? У вас, наверное, кто-то за что-то отвечает Вот вы за что отвечаете? Я отвечаю за набор персонала и за освещение новостей здесь, в Виннипеге Ну и кроме этого я директор этого канал Понятно Что бы вы хотели пожелать всем, кто сегодня нас смотрит И лето-то у нас еще вот такое хорошее за окном Может быть какие-то еще напутствия какие-то, слова хорошие Я бы вот что я себя сказала, не упустите Пользуйтесь каждым денечком Да, лето еще у нас впереди, я думаю, что есть Это уже вторая осень, короткая, к сожалению, осень здесь Это еще лето, а это еще не осень Лето, но уже желтенькие листики появляются потихонечку Я буду рад любым откликам, любым читателям, любым статьям Присылайте, мы будем публиковать, мы будем разговаривать У нас есть страничка в Фейсбуке, на которой мы обсуждаем новости Любая новость, вся, что связана с общиной, с жизнью русскоязычных жителей Виннипега и Манитобы И в других провинциях тоже мы потихонечку расширяемся до соскочевана Альберты Мы будем рады Всем вам хорошего настроения Хорошего окончания лета Прекрасной осени И до скорых встреч Спасибо большое